Все помните историю компании Bonafide. Кстати, из интересных моментов, что ей звонили с неизвестного номера и предлагали пойти самостоятельно открыть квартиру, посмотреть, ничего ли не пропало. И только стоило открыть дверь, полыхнуло. Покинуло, ее просто не осталось, она выгорела полностью. Я хожу по потолку. Регата, это потолок. Дело сейчас уже возбудили, послушайте, в седьмой статье. Нет, то, что это был поджог, это установили сразу. Прям работали, честно говоря, я такого раньше не видел. Не успели. Друзья, во вторник приземились в Санкт-Петербурге. В телефоне было одновременно несколько сообщений. Мне писали мои друзья, я открываю телефон и читаю, дочь разжжет квартиру Никиты. Я такой, че? Открываю интернет и у меня в директе сообщение такого же рода. Позвонил моему товарищу. В общем, да, Никита был поджог. Все помните историю компании Bonafide, где делится товарный знак. История длится очень долго. И, видимо, из-за того, что не удается ни одной из сторон в судебном порядке разрешить вопрос. Опять же, это теория. Я не утверждаю. Это теория. То, что писали, писали. Пишут мне. То, что сейчас гуляет в интернете. Вот, что произошло. Подробно есть описано все на фонтанке. Уже Никита приехала возлюбленная к двери. Увидела, что была повреждена дверь. Намеки были на вскрытие. Вызвала полицию. Никто не входил. Ждали прибытия. Кстати, из интересных моментов, что ей звонили с неизвестного номера и предлагали пойти самостоятельно открыть квартиру. Посмотреть, ничего ли не пропало. Но просто умничка, что этого не сделала. Поднялись сюда все вместе. Уже сотрудник полиции. И только стоило открыть дверь, полыхнуло. Полыхнуло так, что не осталось ничего. Кстати, елка есть. Елка есть. Неудимая. Квартира в ноль. Квартира в ноль. Ее просто не осталось. Она выгорела полностью. Нету... Ну, просто ничего. Сейчас я по сути хожу. Я хожу по потолку. Ребята, это потолок, который осыпался. Это вся мебель. Это была кухня-гостиная. Выгоревший санузел. Ну и... Тут спальня. Сейчас тут разбирательство. Пока неизвестно точно, как определят происшествия между поджогом и покушением на убийство. Идут расследования. Ребят постоянно вызывают на опросы. Я не знаю, на самом деле, как там сейчас дела у Вадима. Я ему обязательно напишу. Спрошу его мнение. Что вообще он об этом думает в происшествии. Потому что вы помните, наверное, первые выпуски, когда это случилось. Два года назад. Когда я приехал к Вадиму, он рассказал всю эту историю о том, что у него пытаются отобрать торговый знак. Во что я поверил. Потому что в моих мыслях действительно было так, что именно Вадим придумал. Придумал и это все сделал. Совсем недавно у меня появилась другая информация. Но об этом я расскажу вам чуть позже. Тут, на самом деле, очень плохо пахнет. Поэтому мы пойдем там, где я смогу. Дышать хотя бы. Так вот. Еще в тот момент, после первой встречи с Вадимом, я написал Никите, что с удовольствием бы пообщался с ним. И сделал его точку зрения. Но тогда у него хватало других дел. В общем, в тот момент мне Никита не ответил. Сразу же. После первого дня съемки с Вадимом. Хотя очень хотелось послушать две стороны. Потому что, как ни крути, мы очень давно находились с Вадимом в одном рынке. И прекрасно все, кто с ним сталкивался, знают, что информация может быть недостоверной. После этого мы уже обратились к Никите за по пошиву одежды. Начали работать. И не так давно я вступил в Клуб 500. И не поверить, там я повстречал одноклубника, чей брат в свое время и создал Бонафай. Я вчера с этим человеком разговаривал по телефону. Это человек, который первый разработал первые лекала. Привел начальника производства. Помог производство запустить. Если кто-то не верит, сейчас появляются скриншоты информации, переписки с этим человеком. А еще в интернете, где они с Вадимом общаются. В общем, делит Вадим шкуру-то медведя, которого не он убил. И Бонафай, это, оказывается, не им созданная компания. Я не про юридический аспект оформления, а про то, кто это все разработал. И, естественно, никто не может утверждать, что это происшествие не само по себе вдруг полыхнуло. Может, и Дед Мород пришел и подложил что-то взрывчатое под елку. Но пока, конечно, теория основная у всех. И, кстати, я не знаю, выступал ли уже Вадим с какими-то заявлениями в интернете или нет. Были ли опросы. Поэтому я честно, как обычно, говорю, я ему напишу, спрошу, Вадим, что думаешь? Не хочешь ли рассказать свою точку зрения? Потому что это было правильно с моей стороны. Но сейчас, я думаю, что стоит спросить у Никиты вообще, как он это все дело пережил, переживает. Потому что, ну вот, я, если в шоке, мягко говоря, я не представляю себя чувству человека, который все это строил, зарабатывал долгое время. И расплавились даже шлемы мотоциклетные. Поэтому, ребят, это, конечно, жесть. Поэтому, если у вас есть девчата, наверное, можно поддержать Никитоса, перейти по ссылке внизу на официальный сайт, именно Bonafide Россия он называется. Потому что два. В общем, есть этот один ортодоксальный, а другой альтернативный. И вот, посмотрите, может, детенок 7500 сможете взять на новогодние праздники. Пойдите вниз, на свежий воздух, пообщаемся с ребятами. Свежий воздух, это потрясающе. У меня возник вопрос, еще до этого, знаете, какой, ребят? Произошло, получается, возгорание во вторник, пятница. Почему там, блядь, красными лентами все не перетянуто, они стоят в ложки, типа, не входить? А потому что они, в принципе, свою главную экспертизу провели сразу. То есть, еще приехал МЧС-ник, то есть, он провел экспертизу, приехали следователи, которые забрали, в принципе, все отпечатки пальцев, все сняли. То есть, в принципе, главная экспертиза была проведена сразу. Да, то есть, она уже была, да, сейчас будут повторные дополнительные на тему того, что, все-таки, что было предвестником пожара, потому что нету понимания, почему два часа, то есть, когда у дверей находились, не шло ни дыма, ничего, то есть, не были, ну, были абсолютно адекватные окна, то есть, да, и, соответственно, понимание, как это произошло, сейчас нету. Соответственно, будут назначаться дополнительные экспертизы, которые уже будут показывать. Вот, дело сейчас уже возбудили по 167-й статье насчет поджога, но вот вопрос в том, что будет ли переквалификация в 105-ю, угроза жизни, да, потому что есть склонность верить тому, что это все-таки было какое-то поджигающее устройство. Нету, то, что это был поджог, это установили сразу, они же на месте нашли и очаг возгорания и сказали, что это 100% поджог, потому что в месте очага возгорания не было ни электрических приборов, ни даже какой-либо проводки, это было внутри шкафа. Да, электрификация, да, да, там не может быть никакой электрификации, поэтому это они установили сразу, взяли со скобы, газоанализатором что-то снимали, ну, то есть, проанализировали, они все достаточно плотно, потому что была заявка ФСБ, выезжали их представители, прям работали, честно говоря, я такого раньше не видел. За два года вот нападок в наш адрес, мы написали такое количество заявлений и мы наблюдали такое количество игнора со стороны сотрудников, что когда вот это произошло, я думаю, ну, если здесь будет так же, ну, это будет просто смех. Но тут все было буквально как в фильмах, то есть, опергруппы с чемоданчиками, со всякими приборами, то есть, они анализировали все так, как будто произошел теракт. Я, честно говоря, просто стоял вот с такими глазами, удивленными, и был в шоке от их работы. Ну, и в дальнейшем, когда нас опрашивали, нас уверили все, что подобные случаи, они нераскрытыми совсем не остаются. То есть, понятно, что делается все чужими руками, не всегда можно установить прямую связь с заказчиком, но, по крайней мере, то, что невозможно сделать такое, не оставив следов. То есть, всегда находят, как это было сделано, не чьими руками. Ну, собственно, что мы очень сильно рассчитываем и надеемся. Я так понимаю, вопрос глупый, но ваши мысли схожи с теми, которые гуляют в интернете. В целом, да, то есть, ну, и давали какие-то ранние комментарии новостным каналам, вот, так как, в принципе, конфликт достаточно затянувшийся, мы, конечно же, в сеть не выходили, да, как-то вот немножко сторонились этого, но на протяжении всего конфликта на нас оказывалось постоянное давление со стороны органов власти, постоянные угрозы, то есть, попытки похищения людей, соответственно, попытка подбросить наркотики. И вот, ну, наверное, крайним стала как раз-таки попытка поджога квартиры, то есть, ну, это была уже, наверное, такая точка. Так что ранее сколько было, ну, написано около 40 заявлений в различные структуры, в Главное управление и в ФСБ, и куда угодно, ну, не писали. В общем, нигде не было какого-то внятного ответа, постоянно не хватало ничего. Как только произошел вот этот вот случай, соответственно, все начали звонить, все начали работать, дела начали объединяться. То есть, действительно, вот, ну, почему-то, как мне кажется, вот, да, человек, когда действует подобными методами, ну, в бизнесе, в решении вопроса, да, и если органы на подобные случаи не реагируют, он чувствует себя безнаказанным. Про безнаказанность сейчас я говорю о том, что, например, ну, начиналось все достаточно с малого. Приходили люди, которые, скорее всего, заказывались где-нибудь в Даркнете, приходили, обливали кислотой магазины, резали вещи, то есть, ну, там, да, вот такое вот было. Соответственно, после того, как мы написали везде во все отделения, во всех городах заявление, все было тишиной. Нигде не могли найти, никакого, ну, наказания не было, при том, что ущерб был значительный. После Вадим сам приходил в магазины со своими сотрудниками, его сотрудники приезжали к нам в Екатеринбург и резали прямо на камеры вещи. Их задержали, по-моему, три раза у нас были задержания, ничего не сделали, абсолютно. Не смогли доказать, что они резали их? Не смогли доказать, никак не привлекли, причем, вот я говорю, ущерб был значительный. Дело даже не в том, что они смогли доказать, они не работали. То есть, не было возбуждено дело. А без возбуждения дела... Даже обвлаживание вещей? Да. То есть, у нас возбуждено одно уголовное дело в отношении человека, которого поймали на месте, он был с ножом, он ранее судим за убийство, и для того, чтобы его отпустили, он дал показания все. Вот там в уголовное дело возбудили, ведется следствие. Причем, сразу после этой ситуации, нам тут же, через два дня, отреагировали на нашу жалобу в прокуратуре по этому уголовному делу. То есть, зашевелилось все. Главный бухгалтер Виктория, которая до сих пор работает у Вадима, украла у нас в свое время 4 миллиона рублей, выведя их на ИП своего мужа. И даже по этому заявлению, не имеющую никакого отношения к поджогу или к каким-то нападкам, позвонили и задали вопросы, и вот я ходил и давал снова показания. То есть, они возобновили работу по всем нашим заявлениям. После вот этого. И, конечно, цена очень высока, но то, что началось сейчас, оно дает очень большие надежды. Они заинтересовались проплаченными судами, они заинтересовались прям подкупом сотрудников. Нам позвонили в ОСБ по нашему заявлению по подбросу наркотиков Никите. Началась такая возня, что вот со вторника просто у нас график встреч. Вы больше не работаете. Мы вообще больше не... Я не был на производстве, Никита там тоже не был. Мы просто... У нас там в 12 ОСБ, в 2 часа в ОСБ. Сегодня мы были в ГУМВД по поджогам какой-то там отдел специальный. Да, Мур был, в общем-то, соответственно, там все разбирали. Каждый день где-то нас опрашивают. Причем зачастую даже не по поджогу, а по ранее нашим написанным заявлениям, связанным с всей этой ситуацией. То есть это дело дошло до того, что оно дошло до администрации президента. Позвонили оттуда и сказали, что взяли все на контроль. Соответственно, ждем каких-то движений и решений. Тогда сейчас, ну как еще понятно, ни хрена не понятно, конечно, сейчас, да, но ясная ситуация поджог. А давай вернемся на пару лет назад, когда я хотел задать этот вопрос по как все началось, с чего все произошло. Вот в раздел, да, остановилась ваша совместная работа. Просто я, ребят, Никиту знаю так давно, когда еще Никита был в спортивном питании Доча Ком. Да, я не знаю по должности, просто знаю, что он всегда был, был Вадим как бы, типа, а потом был Никита, который все делал. Вот, ну, там, так, примерно, происходило. Почему я это говорю? Потому что, когда появились первые леггинсы, это было SNPRO, по-моему, 2017 года, примерно, мы заказывали, хотели взять леггинсы для девочек на стенд, и он их шил. Да, то есть они, то есть компания Bonafide шила, а Никита был за это ответственным. И он что-то присылал, и макеты, и эскизы, дизайн разрабатывал даже. Соответственно, работали долго, вроде бы, довольно даже успешно. В один момент пошел раскол. Да, в один момент все пошло не так. На самом деле, если начать, ну, можно начинать ранее, но я думаю, что раннюю историю ты, в принципе, вкратце рассказал, да, если брать уже историю подхождения конфликтов. Честно, у нас возникали такие ситуации, когда, ну, у меня были достаточно серьезные проблемы со здоровьем, я мог прийти к Вадиму и сказать, слушай, Вадим, давай там вынем денег как-то, ну, мне там нужны деньги на операцию, на все такое. Он говорит, да возьми кредит. Я говорю, в смысле кредит возьми? Он говорит, ну, кредит подстегивай, типа, бери кредит на жизнь. Я говорю, Вадим, мне нужны деньги просто, у нас, как бы, 400 миллионов оборот, да, у меня зарплата 40 тысяч рублей. Я говорю, можно я тут это, как бы, ну, хоть что-то. По итогу у нас, я действительно взял в тот момент кредит и, ну, ситуации были такими, что просто не было понимания то, как, ну, человек живет, да, у него там жена делает свои пластические операции, то есть у человека машины, да, достаточно, ну, такие, ну, серьезные, которые надо обслуживать. А я вот, ну, вот, мы когда с Виталиком, в общем-то, познакомились, да, в 2018 году, проводили совместное, ну, совместно какие-то время, времяпрепровождение, и там меня куда-нибудь зовут, ну, вот, и я, в общем, всегда говорил, слушайте, я не поеду, у меня, ну, денег нету, как бы, на это дело, и вот, ну, Виталика... В такой шоке был, я на это смотрел, думал, как у них многомиллионный бизнес, ну, типа, как так-то? Хорошо, я задам вопрос по-другому. Понятно, в общем, у вас получился, ты видел разный уровень дохода, и тебе было обидно, или ты начал подозревать, что тебя немножечко где-то обводят в углу пальца? Да, я, мне, конечно, меня это, с одной стороны, задевало, да, потому что я понимал, что я делаю очень много работы, так как, в принципе, ну, когда я пришел изначально в компанию, у нас было три человека. В один момент ушли все. Мы с начальником производства, на тот момент сами краили, ползали по столу, то есть, а потом с помощью меня компания выросла до штатов 160 человек. У нас было производство 300 лосин, мы начали производить 21 тысячу, то есть, ну, компания очень сильно выросла. И я, в принципе, находился каждый день на работе, и, конечно, когда, ну, ты постоянно находишься в этом, перевариваешь все проблемы, отвечаешь, там, если производство топит, ты едешь, еще что-то. Делаешь много работы, ты хочешь что-то, наверное, какой-то уровень за это получать, да, так или иначе, потому что, ну, конечно, в этом тоже была проблема, да. Но, так как я понимал, что, ну, человек живет иначе, я начал задумываться на тему того, что, а не обводят ли меня вокруг, ну, да, действительно, потому что, ну, что-то тут не сходится. Вот. Соответственно, как произошло? Ну, были подозрения на этот счет, да, как мы понимаем, в производстве продукции, то есть, есть этапы, по которым проходит продукция и выходит на УТК. В принципе, если из одного рулона можно сделать 100 изделий, никто не мешает в программе забить так, что ты из одного рулона сделал 200. Да, там, или, соответственно, уменьшить это количество, ну, как-то переделать. Получается так, что ты можешь снять продукцию с производства и пустить ее куда-то налево. В общем-то, нами было зафиксировано, ну, мной было зафиксировано, как раз-таки зафиксированы эти случаи, когда у Вадима были личные карты других людей, физиков, то есть, которые покупали у него продукцию, они присылали ему свои карты. Когда они делали заказ, он отправлял им продукцию, а они ему отправляли деньги. И он сам ходил, наличкой снимал. И суммы были колоссальные. Шли продажи, выход общего класса. Да, да. Вот. И, в общем-то, то есть, продавался брак. Мы сдали, ну, сделал анализ бухгалтерии, анализ бухучета, там просто были такие недостачи. Порядка, там, 40 миллионов, то есть, суммарно было недостачи по деньгам. Я не знаю, какой там, ну, это бухгалтер, который пришел, то есть, в эту компанию, это был бухгалтер Вадима, который ушел еще с производства Саши Старощука, то есть, он забрал его к себе. Как там это все делалось, то есть, естественно, там не было какой-то такой, ну, чернухи, да, обнал или еще чего-то, так, потому что, в принципе, банк я всегда контролировал какие-то такие вопросы, то есть, да, я смотрел. Но, вот эти вот случаи, как бы, но это, наверное, было, ну, не совсем правильно, не совсем честно, да, когда у тебя общий бизнес и вы, вроде как, партнер. Вот. Я могу рассказать, как это выглядело со стороны, на самом деле, в 2018 году, потому что с 2018 года примерно, ну, с 2019, да, вот это все начало подходить к конфликту. В 2018 году, когда я появился, мы, получается, втроем начали прям достаточно плотно общаться, и практически каждый выходной мы проводили вместе втроем с Никитой и с Вадимом. И вот, как говорит Никита, были ситуации, когда я условно предлагаю там поехать на искусственную волну на серфе, которая стоит 5000 рублей, при том, что у них бизнес по 30 миллионов выручка ежемесячная, и Никита говорит, ну, что-то как-то вот там, мне сейчас некомфортно, у меня там напряги. И я смотрю, думаю, да как такое может быть? Мы начали с Никитой общаться, и он тогда мне говорил о том, что, ты знаешь, мы вообще не вытаскиваем деньги из бизнеса, мы все вкладываем, мы прям вот реинвестируем прибыль, как это любил называть Вадим, все в компании, ничего себе. Ну, я так на это сначала смотрел, думаю, нет, ну, может, правда так, почему нет, как бы, ладно. Потом наблюдаю, просто думаю, да, ну, не настолько. В какой-то момент я там прям прямой вопрос Никите задал, я говорю, слушай, ну, сколько ты зарабатываешь, как дуть? Там условно какие-то цифры были, порядка 40, 50, 60, 80, ну, вот в каком-то таком диапазоне 80, это вообще типа заебок месяц. Я понимаю, что, ну, не обязательно считать чужие деньги, но я же вижу, что Вадим зарабатывает не 80, со всеми его там краенами и прочим. Я говорю, слушай, ну, его уже не было сторонних бизнесов, он вышел из всего, да, он вышел из всего, то есть, в принципе, легенцы, это был единственный, да, доход. А я на тот момент был их дистрибьютором продукции и был я самым крупным дистрибьютором, если не считать площадки типа Ватбрест, то есть, во всех рейтингах дилеров я там всегда был на первом месте, я продавал тогда много и зарабатывал тоже очень хорошо. Вот, я только что владелец не зарабатывал. По сути, да, только человек, который строил всю компанию, потому что, вот, мое мнение со стороны, я все это наблюдал, Вадим не знал, нигде нитки лежат, никакая ткань вообще используется. Он абсолютно, как он любит выражаться, бизнес на кончиках пальцев, вот у него бизнес на расстоянии, как от Москвы до Санкт-Петербурга, он не знал ничего происходящего. Периодически его на работе не было, там, месяцами он приезжал, удивлялся, что тут что-то произошло, то есть, изнутри все делал Никита, я могу положа руку на сердце это сказать, 100%. Ну, как бы, суть не в этом. Я в тот момент ему просто сказал, говорю, слушай, ну тебя обманывают, других вариантов нет, деньги из воздуха браться не могут, они у него явно есть. И он не чувствует себя стесненно, там, ну, можно долго перечислять все, что было видно, но, как бы, суть не в этом. Никита на права генерального директора заказал за свой счет бухгалтерский какой-то там анализ, провел, соответственно, вот аудитор, или, как там это сотрудник называется, который сказал, ну, порядка 30-40 миллионов рублей куда-то ушло. Вот, потому что Никита же выдал им все расходы ткани, там, ну, потому что человек знает, что они говорят, 30-40 миллионов утекло за вот эти годы. Мы проверили Bonafide Group, нашу на тот момент совместную ООшку с Вадимом и Никитой, на которую мы открывали розничные магазины. Оказалось, что главный бухгалтер, ну, явно не сама, явно это было сделано под руководством Вадима, переводила крупные суммы денег на ИП своего мужа под видом транспортных услуг, потому что ее муж, ИПшник, водила дальнобойщик. И получалось так, что счета были, там, 600 тысяч рублей доставка из Москвы в Санкт-Петербург. Дорого. Очень дорого, особенно учитывая того, что недоставок никаких не было, и мы сотрудничали с деловыми линиями, с ПЭКом, с Возовозом, но только не с ним, я, как бы, его вообще в глаза не видел. Ну, вот, в принципе, особо не ладили, да, в бухгалтерию до этого момента? Ну, надо, как бы, признать тот факт, да, что я на тот момент был достаточно зеленым, и многие моменты глубоко не проверял, поэтому удалось вот в таком режиме как бы нахлабучить. Да, и ты когда видишь банк, да, поверхность для кому-то переводишь, куда деньги, еще что-то, но конкретно заходить во все счета, там, нулевой счет, 60-й и так далее, ну, такого, наверное, никогда не было. В принципе, все были на доверии, так или иначе, да, работали, ну, и как бы, вот. Ну, вот, это, собственно, и стало причиной конфликта, ну, помимо всяких там мелочей, связанных просто с тем, ну, ты наверняка знаешь, многие, кто работали с Вадимом. Я единственный человек, который принципиально с Вадимом никогда не работал и не имел отношений, в которых мог пострадать, потому что я от всех людей, которые с ним работали, знал, что, как бы, этого делать не стоит. Поэтому, на самом деле, наверное, у меня одного из немногих с ним сохранились, ну, какие-то в целом отношения, да, как бы, и нету там у меня каких-то больших претензий. То есть я знаю, что он проплачивал там антирекламу мою, я это знаю по нескольким причинам, он мне лично это говорил, опять же, да, надеюсь, Вадим не обидится, потому что это правда, он мне это говорил, да, там, лепил всякие гадкие фигурки из нашей продукции, в интернет заказывал, на любимую всеми ГКНМ в те времена. Я это видел, когда хотел. Он тоже был встречаться с людьми, с кем я раньше работал, у них была договоренность коалиция по моему сливу, но отдам должное, Вадим навстречу не поехал, ему было лень. Это все я лично читал в их переписках, которые мне предоставили, да, он просто забил фиг и не поехал, хотя он очень был, в принципе, поддерживал настроение, но не поехал навстречу договариваться о моем сливе. Поэтому, да, я вот реально с ним не работал, потом мы делали продукцию для Бона Диет, ну, как-то она не пошла у них, но там опять еще, они платили, мы выпускали, мы покупали леггинсы, ну, в общем, у меня не было ситуации, где меня можно было. Вот, но истории я знаю столько, что, когда мы все повзрослеем и выйдет срок давности дел, мы эти все истории напишем в мемуарах, наверное. Обязательно. Тянется у вас долго. И вот момент самый раскалился, да, вот когда я приезжал, когда уже ткани повезли, вещи, в общем, начали выделить с ним бизнес. Ткани, вещи, ткани не везли, вот, в общем-то, ну, конфликты были еще, да, помимо других конфликтов, то есть, ну, там было внутренних, как, в принципе, строительство магазинов, и ты прекрасно знаешь, как сейчас работают площадки Ozone Wildberries, и как они конкурируют с розницей. Уничтожают, уничтожают розницу. Да, уничтожают розницу, и у нас в магазинах это действительно очень сильно чувствуется. То есть, когда у тебя в магазине аренда, там, 900 тысяч, и у тебя есть продавцы, реклама, то есть, тебе в целом оборудование надо отбивать, и при этом ты закупаешь продукцию по определенной скидке, а на Wildberries продается эта продукция по такой же цене, и ты такой покупаешь и думаешь, я же должен тут заработать, типа, 100%, но люди как действуют, ну, я не знаю, насколько там каждый человек так делает или нет, приходят в магазин, меряют вещь, и для того, чтобы не портить свой процент выкупа на Wildberries, он покупает ее на ВБ. То есть, ты, в принципе, пришел как шоурум, поверил, посмотрел, вот эти нравится, заказал, все. Ну, вроде бы, процент-то исчез сейчас, вроде бы, на Wildberries. Вот сам факт, да, сам факт остался именно таким, точно. Слушай, по-моему, я еще слышал, у вас магазин в Питере закрылся. Да, было дело. Это само по себе? Уже доказанная история, могу я рассказать, потому что я, как генеральный директор, в общем-то, больше принимал участие. История сшита белыми нитками. У нас 11-месячный договор, он каждый год без проблем продлевался. С исполнительным директором Шатаевым Дмитрием Сергеевичем у меня были отличные отношения. Каждый раз, когда вы заметили какие-либо трудности в ТЦ, там, с загрузкой товара, с вывозом и не вовремя оформленной заявкой, с какой-нибудь качелью с охраной. Ну, там всякое бывает. Он всегда на телефоне помогал, очень, как бы, к нам так, ну, хорошо относился. И вот у меня с ним был прям личный контакт, то есть я звонил ему на мобильный телефон. 30-го ноября этого года у нас заканчиваются договоры ренда. Он звонит мне вечером. Это, по-моему, была среда или что-то типа того. То есть середина недели. Говорит, Виталий, такая ситуация, мы с вами договор не продлеваем. Ну, я сначала вообще не подумал, что это что-то связанное вообще с нашей ситуацией. Говорит, а что случилось? Говорит, да у нас там будет реконструкция третьего этажа, реновация, заезжает инвидио. Это все. Ну, вообще мы не продлеваем. Так что, ну, постарайтесь очень оперативно съехать. По договору у вас вообще 5 дней. Но я вам, может быть, от себя парочку дней добавлю. Был такой очень вежливый, ласковый, вообще просто белый и тушистый. Я анализирую всю ситуацию, понимаю расположение нашего помещения, понимаю, что на 100 квадратных метрах инвидио не открыть. Рядом площадки еще более маленькие. А большая территория, где висят, собственно, плакаты инвидио, она от нас через помещение 4-5. Я ему звоню, говорю, Дмитрий Сергеевич, может, вы мне расскажете все-таки, что случилось? Очень что-то не похоже на правду. Он говорит, да нет, ну, я же вам сказал, как есть, все там. Я прошелся по арендаторам. Никто не съезжает. Никто не съезжает. Вообще. Я хотел спросить, как раз, по соседям. Я прошелся по ТЦ. Куча пустых помещений. После ковида люди позакрывались, до сих пор у них неполная, ну, посадка. Я звоню ему еще раз, говорю, Дмитрий Сергеевич, может, я к вам лично подъеду на побеседу, может, мне что-то с глазу на глаз скажете, там, неудобно, всякое бывает по телефону. С чем связано? Виталии я все сказал, так я уже чувствую, что он немножечко начинает накаляться. Дальше я нашел общих знакомых, в общем-то, которые навели справки и сказали заранее, еще до того, как мы съехали, говорит, уедете вы, там появится магазин тех, с кем вы воюете. И прям уже строится, не строится? Сейчас все расскажу, да, прям в последовательность. Прямо, я самому интересная. Нет, ну, это реально интересная история, да, она еще будет развиваться, потому что после того, как я... Ну, сейчас расскажу по порядку. Соответственно, Дмитрий Сергеевич, я подъезжаю, говорю, слушайте, информация у меня уже есть, мы разобрались. Это коммерческий подкуп. Говорю, мы можем, конечно, раскачивать эту ситуацию, но зачем? Говорю, ну, почему вам не сказать хотя бы просто честно? Он, естественно, включает дурака, говорит о том, что у них реновация, и все в каком духе, и что-то, так сказать, не в своем. Но я посмеялся ему в лицо, говорю, ну, время покажет, как бы, человеку слово или пизда был. В день, когда мы съезжаем, 10 декабря, приходит в это помещение Вадим Санин, снимают сторисы счастливые, довольные, преподносят это как то, что нас выселили по суду, они вернули себе якобы свой магазин, который мы когда-то у них незаконно отжали, но все в лучших традициях, Вадик и его... Изначально было ваше общее юрлицо, и ты был директором розницы. Да, 50%. То есть, да, у вас с Вадимом по 25, и из общества он сам вышел, то есть он подписал документы, вышел спокойно, то есть, ну, в принципе, отдал. Это было одно из условий договоренностей нашего расхода, еще тогда, в конце 20-го года. На следующий день в это помещение уже попадает Вадим и снимает изнутри, отправляет ролики нам, ну, со свойственным, ну, пятилетним юмором, типа фигушки, в камеру показал, в детский сад везти, типа, смотрите, я отобрал у вас магазин. Опять в Инстаграме это все преподносится как то, что забрали по суду, вернули награбленное, все в таком духе, ну, то есть, это вся типичная клевета. Собственно, я обратился по этому вопросу в антимонопольную службу, естественно, так как мы стоим на контроле у УСБ и у даже более высокостоящих структур, туда эту информацию закинул до кучи. По итогу отзвонились мне по этому вопросу сразу после поза. Потому что сейчас они устанавливают все связи Иванова и Ивановой с кем бы то ни было. После такого вот бывшего случая они прорабатывают все его контакты, все, с кем он знаком. И вот еще, кстати, хотел сказать огромное, большое спасибо. Не будем называть фамилию, имя, но все поймут. Человека, имеющего прямое отношение к клубу 500, который мне помог в Москве и организовал встречу с очень влиятельными структурами, влиятельными кабинетами, куда я поеду на следующий день. Потому что, ну, ситуация выпьющая была еще с подбросом наркотиков. Она была, на мой взгляд, выпьющей еще когда нам резали просто массово товары во всех магазинах, на Валдберсе, на Озоне нам пришлось оттуда уйти. И был пипец, ну, вообще, все это время. Но вот это поставило точку для всех. И уже очень многие привлекают ресурсы, не прося ничего взамен. Просто потому что, ну, вот. Значит, дом святое. Ну, как бы так-то. Ну, как бы я просто своими глазами на пожаре видел, как пожарные выносили собак из соседних квартир. И тоже я вот хотел обратиться к тем, кто это организовал. Они обязательно посмотрят этот ролик. Могли пострадать дети, которые дома родители ждали. Банально. Могли пострадать домашние животные. Потому что задымление было такое, что дым валил из дверей подъезда. Ну, то есть, было все очень масштабно. Друзья, вы можете делать выводы самостоятельно. Если у вас, на самом деле, какая-то информация, потому что мир очень тесен, настолько, что не можно себе представить, то, если ты можешь по очереди добраться в ситуации, найти ребят легко, с ними можно связаться, можно написать даже мне в директ. Пишите вниз все, что думаете. По возможности, используйте меньше мата. Берегите себя. Будем наблюдать за развитым событий. Я, скорее всего, окружусь в Москве до Нового года. И еще обязательно пообщаюсь. Вы увидите выпуск с тем человеком, кто первый разрабатывал. Кстати, вот Пушаров Леггинсы. Конечно, вчера в разговоре, так скажем, он эпитетов не сдерживал по поводу Вадима. Но если что, мы запикаем информацию. Кстати, очень жаль, что у кого-то остаются такие вот тяжелые эмоции, воспоминания после сотрудничества с партнерами. Но лишний раз думайте, когда начинаете с кем-либо бизнес. Потому что, ну, там, со старта, как вот человек отзывался, да, Феликс Вадиме, он говорил, я думал, это прям, ну, там, типа, свой чувак, супер кореш, он прям, ну, аналогично. Ну, типа, вообще фантастика. Не вышло. У них не пошло. У ребят не получилось. У меня в моем бизнесе примерно такая же история. Партнер, с которым я работаю сейчас, он пришел ко мне в компанию позже на, по-моему, три года после ее открытия. И с тем, с кем мы работу начинали, мы не общаемся, не работаем. И надеюсь, никогда там на жизненном пути не пересечемся. Выбирайте, с кем идти по одному пути.